Пойдем ко мне в подсобку, я тебе барбарысок насыплю. А как Россия может свои войска отводить, если Россия туда армию не будет? Ты в этом разобрался, ты спец. Ты сейчас пытаешься меня заболтать, закидать какими-то фактами, я должна сначала сама это почитать. А это не сложно, смотри. Кто подписал Минские соглашения? Кто их подписал? Открывай последнюю страницу. Ну, последняя страница. Кто подписал Минские соглашения? Кто подписал? Трехсторонняя контактная группа. Кто такой Зурабов? Ну, вот написано посол РФ в Украине. Посол РФ в Украине, одна сторона. Давай еще. Так, Захарченко. Кто это такой? Кто в смысле? Где ты такое нашла? Ну, это внизу. Кто это? Внизу. Кто внизу? Ну, я тебе всех диктурую. Я тебе всех диктурую. Нет, ты диктуй по порядку. Участники трехсторонней контактной группы. Там три стороны. Три. Так, посол Хадид Альевини. Хадид Альевини. Вот я не знаю, кто такой Хадид. Это ОБСЕ. Кто? ОБСЕ? ОБСЕ, да. Кучма. Кучма. Кто такой Кучма? Читай. Там слева написано его должность. Кто этот человек? Полномочия его. Я умею читать. Так кто? Читай вслух. Второй президент Украины, Леонид Данилович Кучма. Третья сторона. Кто? Трехсторонняя контактная группа. Я тебе сказала, посол РФ в Украине, Зурабов. Третья сторона. Все, вот три стороны. Так. Так, и? Ну, так и что значит, ОБСЕ там тоже воевали? Так ОБСЕ это посредник, это же организация, она посредник. Для того и создана трехсторонняя контактная группа. Две стороны конфликта, две стороны войны и посредник между ними. Ага, и? И, ну и все. Так, и что? Ну, так значит, как это Россия, а не сторона конфликта? Так, а как Россия может свои войска отводить, если Россия туда армию не вводила свои? А зачем тогда подписывала Ломенские соглашения? И стала участницей трехсторонней контактной группы? Ведь в трехстороннюю контактную группу не входит четвертая, пятая, шестая сторона. Она потому и называется трехсторонняя контактная группа. Что в переговорном процессе участвует всего три стороны. Россия, Украина и между ними посредник ОБСЕ. То как это Россия не является участником конфликта? А кто же она тогда? Ну, тогда если ты мне покажешь, где здесь написано, что российские войска должны быть отведены, тогда я поверю. Но я просто не вижу здесь этого. Я тебе говорю. Кто же тогда должен отвезти Торнадо-С? И как она попала на территорию Украины? Ну, наверное, вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской области. Вы же их не признаете? Вы же не могли поставить им свое оружие, Торнадо-С? У вас же не было официальных поставок? А где-то в отчете написано, что сколько-то Торнадо-С заехали в территорию Российской Федерации в какое-то время. Я просто не искала этого Торнадо-С. Ты говоришь отдельно про Торнадо-С или про вооружение, которое принадлежит исключительно Российской Федерации? В том числе другие. Ну, Торнадо-С, допустим. Торнадо-С, его достаточно в Минских соглашениях. Вы взяли на себя обязательство его отвезти. А ты когда-нибудь читала другие Минские соглашения? Это же вторые Минские, а еще есть первые Минские соглашения. Там еще есть указано Торнадо-У и Торнадо-Г. Кто же их должен отводить? Подожди. Я вообще просто хочу почитать о том у Торнадо-С. Да, почитаю. Это очень интересно, кстати. То, что вот, если ты хочешь подловить меня на том, я типа изначально сказала, что там какие-то были добровольцы или как-то помогали технику. Причем здесь добровольцы, техника. Смотри, нельзя помогать техникой. Это называется поставки вооружений. Помогать техникой это совсем не одно и то же, как помогать картошкой. На основании чего поставляли? Это же преступление. Ну, нельзя взять и поставить в какую-то страну оружие. Просто так. Ну, для этого же нужны какие-то документы. Как пересекла границу Торнадо-С? Если их нужно отвести от линии соприкосновения, от линии фронта. На каком основании Торнадо-С, эта техника довольно серьезная, пересекла границу с Украиной. Государственная граница между Российской Федерацией и Украиной. Как произошло пересечение границы? Ведь эта техника принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Ее украли, угнали ее. Не знаю, вот говорю не знаю, потому что я Торнадо-С не интересовала. А давай предположим. Ну. Какие могли бы быть предположения? Ну, их поставили инопланетяне. Или как-то кто-то украл, угнал. Какие были заявления по этому поводу Министерства обороны? Подожди, ну я не могу тебе так ответить, потому что ты в этом разобрался, ты спец. Ты сейчас пытаешься меня как бы вот заболтать, закидать какими-то фактами. Я должна сначала сама это почитать. А это не сложно. Смотри, мы можем с тобой взять, отойти, например, от Торнадо-С и, например, загуглить панцирь С1 МИД Великобритании. Панцирь С1, панцирь С1 МИД Великобритании. Я загуглила. Что тебе там выбило? Лондон подбликовал фото российских панцирей. Вот, да. Что это означает? Как ты думаешь? Открывай саму новость. Ну, видимо, что с территории Российской Федерации английская разведка сфотографировала какие-то панцири С1. Нет, она их сфотографировала на территории Украины непосредственно, с привязкой к местности. Там на каждой фотографии указано конкретное месторасположение, где и они сфотографированы, эти панцири С1. Шахтерск, Донецк. И спрашивает Министерство иностранных дел в Великобритании, простой вопрос спрашивает. Ну, спрашивает, типа, вот за факт, что, типа, за херня происходит? Как панцирь С1, который принадлежит исключительно армии России, оказался на территории Украины? Типа, что это такое? Поясните, пожалуйста. Что пояснило по этому поводу Министерство обороны или Министерство иностранных дел России? Ничего, оно не опровергло эту информацию. Не опровергло? Ну, а что я могу сейчас ответить? Я тебя сейчас... Значит, логически, смотри, рассуждая. Тинь-тинь-тинь, вот одна мысль, один факт с другим. Если мы связываем, связываем, связываем в логическую цепочку. Смотри, я тогда дозову такой простой вопрос. Если Министерство иностранных дел в Великобритании публикует информацию с подтверждением, с фотографиями о том, что техника серьезного характера, это зенитные комплексы, противовоздушная оборона, которая принадлежит исключительно армии Российской Федерации, сфотографирована и обнаружена территорией Украины, то она спрашивает, а как же, собственно, это так произошло? А поскольку Российская Федерация не в виде Министерства иностранных дел, не в виде Министерства обороны никак это не комментирует и эту информацию не опровергает, то какие можно сделать выводы? Не знаю. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Давай я сделаю вместо тебя такие выводы. Давай. Давай. Значит, Министерство обороны Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации, если они не опровергают это, значит, они тем самым косвенно подтверждают. Значит, так это и есть. Значит, были поставки серьезного вооружения, которое принадлежит исключительно армии Российской Федерации на территорию, временно оккупированную территорию Украины Российской Федерации. Соответственно, это и есть доказательство наличия армии до 24 февраля, наличия армии Российской Федерации на оккупированных территориях, по крайней мере, Донбасса. Я уже молчу про Крым. Значит, это и есть доказательство того, что Российская Федерация оккупировала часть территории Украины, за что на нее и наложили санкции со стороны Европейского Союза за невыполнение Минских соглашений. В первую очередь, за невыполнение пункта номер один, под которым подписалась Россия. Что я читаю? Давай. Я читаю об панцире. Речь идет об инфографике под названием «Как распознать российский панцирь С-1», который не используется украинскими силами. В ней представлены несколько фотографий, якобы сделанных в разные даты в восточных районах Украины. Это ты читаешь, чью информацию ты читаешь, якобы? Ну вот. Кто-то ее опроверг? Ну, это просто предположение, понимаешь? Нет, это не предположение. Смотри, Министерство иностранных дел, когда делает какое-то заявление, оно делает заявление от имени государства. От имени государства вообще немного людей могут делать заявление. Это руководитель государства, руководитель Министерства иностранных дел, руководитель правительства. Да, и если официальный... Минобороны, смотри, вот Минобороны России также в мире подобные заявления называют бездоказательными. Где такое можно прочесть? Где? Я не читал ни одного источника, где Российская Федерация каким-то образом бы вообще прокомментировала бы эту. Ну, я уверена, что ты найдешь это вот. Нет, этого нет. 15-й год. Москва неоднократно отвергала обвинение Запада в поставке техники вооружения ополченцам, но также отправки военнослужащих в Донбасс. Минобороны России также в мире подобные заявления набивают бездоказательных. Нет, это заявление конкретное, никак не опровергнуто. Не было отдельного заявления на заявление Министерства иностранных дел. Ну что? Ну и то, значит это означает, что если Россия не опровергает такие заявления, то значит она косвенно подтверждает это. Это и означает, конечно. Плюс обмен военнопленными, плюс наличие, кроме этой техники, в отчетах ОБСЕ еще массу другой. Если ты загуглишь, например, вот в гугл, забей. Хорошо, вот ладно, у меня, вот хорошо. Смотри, один единственный отчет еще загугли, а мне интересно, как ты его прокомментируешь. Последний отчет. Давай, пиши. Репеллент. По-русски? По-русски. Репеллент. Репеллент. Пробел. Былина. Красуха. Страшное название. О, вот ты сейчас прочти, да. И читай сразу новости, там, любую новость открой. Любую новость открой. Беллингкет. Ой, очень такое. Ну, ты прочти просто, что написано, там ссылки на первоисточник есть. Везде в Беллингкет есть ссылки на первоисточник. Читай, что там написано. Беллингкет. Это как раз те самые, которые правление Навального расследовали. Беллингкет у нас. Ты прочти, что написала Беллингкет? Да, погоди, ну, не открывается Беллингкет. А, нет, как. Надо VPN в России завести, чтобы открывать Беллингкет. Надо. Ну, прочитай мне, что? Вот я только вижу, что написано. Простуха-2, сравнительно старший репеллента-1 и Беллингкет состоит в вооружении в России 2014 года. Эта система может глушить различные. Все, я только могу, чтобы прочитать. Давай, я тебе так вот смотри. На востоке Украины обнаружена новейшая система радиоэлектронной борьбы, поступившая на вооружение вооруженных сил России только в том году. Это в 2018 год. Хорошо, сразу же. СММ ОБСЕ опубликовала результаты наблюдений 11 августа. Обнаружены. СММ обнаружил 28 июля в неподконтрольных правительств Украины районах обнаружил 4 различные системы радиоэлектронной борьбы. Лиер-3, РБ-341В, 1 Л-269 Красуха-2, РБ-109А Беллина и 1 радиоэлектронный комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотным летательным аппаратом Репеллент-1 возле населенного пункта Чернухина в 64 километрах к юго-западу от Луганска. Это новейшие системы. Они в целом были уже произведены после начала войны, в 2018. Как они очутились на территории Украины? Поняла. У меня теперь один вопрос. Если не на Биллинг КЭП, то этот отчет под каким номером? Это ОБСЕ отчет? Да, отчет ОБСЕ. Под каким номером? Открываем. Сейчас читаю тебе. Отчет от 11 августа 2018 года. А ты просто в гугл там запей Репеллент, Лев, ты дальше ОБСЕ напиши, оно тебе сейчас выдаст ссылку на ОБСЕ. ОБСЕ Репеллент. Да. Так. 28 июля? Да? 11 августа 2018 года. Отчет. А этот сейчас, я сейчас тебе найду. Ну, 10 мне показывают. Ну, я тут одно и то же, я вижу. Ну, Репеллент нашла, да? Да. Как ты будешь это объяснить? В контрольных правительствах районах мини-бопылай, сам МММ. Да-да-да-да, читай-читай. Вот четыре различных системы радиоэлектронной блеер, красуха, были на Репеллент. Да. Так. Ты должна спросить теперь по сценарию, обычно так происходит. Ты должна спросить, ну и чё? Вот так, да? Нет, подожди, я сейчас зачитаю. Впервые зафиксировал наличие всех четырёх комплексов. 2 августа во время осуществления полёта над этим же участком бопылай не зафиксировал этих систем. 9 августа мини-бопылай, я сам МММ зафиксировал одну бронированную ремонтовую машину и один БТР возле Луганска, неподалеку от Лубачёва. Так, то есть 2 августа что-то... Ой, ну, 28-го зафиксировали. 2-го не зафиксировали. Ну, 2-го они уехали уже, да? 2-го уехали. Ага. Ну, это намёк на то, что это Россия поставила эту технику. Незаконную... Ну, дожди, намёк это когда, типа, пойдём ко мне в подсобку, я тебе барбарысок насыплю. Это намёк. А здесь не намёк, здесь говорят конкретно. Мы, говорит, обнаружили вот здесь конкретно в этом месте, конкретно с названиями ещё такими странными, которые не перепутаешь. РБ341В, леер 3. Понимаешь? Это не намёк. Это не, типа, что-то похожее на леер, но мы точно не знаем. А конкретно написали, обнаружили такую-то, такую-то систему. Что это означает? Означает, что они там были. А как же они там были, если там России нет и войск нет? Как же так? А это новейшая разработка 2018-го года. Ну, смотри, я тебе изначально сказала, что вот в самом начале нашей беседы, что я допускаю, что Россия помогала этим территориям, вооружениям и добровольцам. Подожди, а из чего же тогда же состоит тогда армия Российской Федерации? Ведь она разве не состоит из личного состава, техники и боеприпасов? Состоит. Ну, а если мы говорим про то, что есть техника, боеприпасы и личный состав, то разве это не говорит о том, что это и есть армия Российской Федерации? Ну, смотри, вот понимаешь, вот вы сегодня, украинцы, прекрасно знаете, что 24 февраля российская армия напала на вашу страну. Нет, это не так. Мы говорим про то, что 24 августа начались ракетные обстрелы и полномасштабные наступления с территории Беларуси. В Киевскую область, в Умскую, в Харьковск, со стороны России в том числе. Мы говорим про начало полномасштабного наступления. Россия перешла в полномасштабное наступление с использованием стратегической авиации и ракетных обстрелов в нашей территории. Ну, это не означает, что война началась 24 августа. Это вовсе не одно и то же. Вот ты мне сейчас говоришь, что российская армия стала совершать нападение на вашу страну еще в 2014 году. Так это же ОБСЕ, говорит. Она обнаружила там технику, которая... Это военная техника. Это не легковые автомобили. Эта техника, она военная. Ну, то есть она больше ни для чего не нужна, кроме того, как вести войну. Получается, тысяча обывателей сидел дома, читал отчеты и сделал такое открытие, что российская армия оказывается в воде в свои войска... Нет, конечно. Это не открытие. Какое же это открытие? Это известный факт всему миру, который подтверждает Министерство иностранных дел Великобритании, отчеты ОБСЕ и санкции в отношении Российской Федерации со стороны Европейского Союза Соединенных Штатов с точной формулировкой за невыполнение Минских соглашений. Почему это я? Это же не я. Так считает весь мир. Почему? Это факт, который, в принципе, не оспаривается и никем, кроме самой Российской Федерации. Ну, поскольку, когда вора какого-то поймали, он говорит, я не воровал. Они говорят, да как же, вот доказательства, вот доказательства и вот доказательства. А он говорит, это не я. Ну, понятное дело, что он будет отрицать свою вину, что, в принципе, логично. Ну, тогда у меня просто логичный вопрос. Вот, смотри, если Россия как вор вела себя столько лет, тихоря вводила туда российскую армию, то как же тогда 24 февраля так в открытую президент мог объявить спецоперации и везти туда войска? Вот как так? Я не понял твой вопрос. Это же, по идее, в этом сценарии диалога, это же мой вопрос. Я же должен спросить, как так? А не ты у меня. Откуда я знаю, как так? Я же не могу знать логики вашего Путина и логики вашей страны. Я не знаю. Это вы должны будете потом отвечать на этот вопрос. Как так вышло? Вы уничтожаете наши города, вы уничтожаете наших защитников, вы уничтожаете мирных жителей. Вы оккупировали еще больше территорий, чем по состоянию на 2014-2015 год. Потому что вы агрессивны. Причина этому, насколько я понимаю, ваша агрессия и отсутствие цивилизованности на сегодняшний день. Но я так понимаю. А ты как понимаешь? Я услышала. Просто мы не сойдемся во мнениях, потому что я считаю виноватой в этом конфликте Украину, которая в 2014 году стала убивать своих сограждан. Поэтому мы просто не сойдемся во мнениях. Почему же Украина начала убивать своих сограждан? Подожди. Ведь это же Гиркин, будучи полковником Федеральной службы безопасности, вместе со своей бандой начали оккупацию наших городов. При чем здесь сограждан? Если мы и говорим про гражданскую войну, ты имеешь в виду, когда граждане Украины убивают граждан России? Ну, Моторола, там, вот эти вот ваши. А кого ты имеешь в виду? Ну, Гиркин и Моторола. Кто такие Гиркин и Моторола? Как? Хорошо. Вот подожди. Ты отрицаешь, что в 2014 году на Украине началась гражданская война, и в принципе армия начала убивать своих сограждан? Конечно, конечно, отрицаю, естественно. Что за бред? Мы говорим про агрессивные действия со стороны Российской Федерации. Таких людей, как Гиркин, с вооружением и своими бандитами, которые перешли с оружием границу. Моторола, которые начали вооруженный этот конфликт. Естественно, Украина начинает защищаться, естественно. Я хочу только один вопрос задать. Я уверена, он тебе уже сто раз не будет делать. Тебя об этом уже сто раз спрашивали, и ты уже сто раз отвечал. Но если ты отрицаешь факт того, что украинские ВСУ, какие-то формирования над батальонами убивали своих сограждан, тогда почему из батальона торнадо людей осудили за насилие и убийство мирных жителей? Ты же сама отвечаешь на свой вопрос. Если мы говорим про некоторых участников батальона, которые были осуждены за насилие, они были осуждены за насилие. Но мы же не говорим про причины этой войны. Причем здесь одно и другое. Но смотри, здесь ты делаешь обратную логическую цепочку, что на самом деле неверно. Смотри, если все дельфины млекопитающие, то это не означает, что все млекопитающие дельфины в одну сторону работают, а в другую нет. Понимаешь? Если все дельфины млекопитающие, то млекопитающие не являются дельфинами. Если некоторые из батальона были осуждены за насилие, это не означает, что все занимались насилием. Логическая цепочка в одну сторону работала, в другую нет. Я не говорю тебе, что все занимались насилием. Я просто тебе... Я у тебя спрашиваю. Убивали ВСУ и над батальонами своих сограждан? Ты говоришь нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!